Психолог Юлия Басенко – молодой ученый, теперь уже и остепененный. Шесть лет работы, учебы, исследований. Время второстепенно, когда есть сильная мотивация. В первую очередь это безусловный интерес. Еще начиная со студенческой скамьи, была заинтересованность в науке как таковой, в каких-то открытиях, изысканиях, в чем-то волшебном. Не волшебство, но вполне реальные превращения. Профессиональные спортсмены, члены национальной сборной России под хэквондо, преодолевают стресс с помощью психологических методик. Юлия в комплексной научной группе проводила диагностику, индивидуальные консультации, тренинговые и коррекционные мероприятия. Статус кандидата наук только расширяет возможности. Я как участник грантов, которые предоставлял и РГНФ, и РФФИ, могу теперь не только быть участником, но и руководителем какого-то проекта. Это как новый этап тоже в моей профессиональной деятельности. Диссертация Юлии Басенко – одна из последних образца 2012-го. Всего за год в среднем 15 работ. По сравнению с недавным прошлым, это на порядок меньше. Общая тенденция ужесточения требований – хороший стимул для совершенствования системы. Но это не значит, что работы не совсем хорошие или подходящие на данный момент вообще не могут быть защищены. Нет, просто удлиняется срок их подготовки, и когда они соответствуют тем требованиям, они представляются в советах. Так что работ стало защищаемых меньше, но они стали гораздо лучшего качества. Диссертационный совет Университета физической культуры, спорта и туризма работает для региона в целом. Около 30% всех соискателей – географически от Сочи до Омска, плюс отдельная группа – иностранные ученые. Однако в приоритете – воспроизводство научной среды и внедрение авторских методик в образовательный процесс. Один из ярких примеров практической значимости науки – 35 лет в боксерских перчатках, плюс 20 лет тренерского стажа. Новые методики мастер спорта СССР опробировал в процессе написания своей кандидатской. Без каких-то инноваций, без каких-то научных исследований никакого роста не будет в любом виде спорта, тем более в боксе. Поэтому в данном случае с наукой и практикой здесь неразделимы. То есть тренер, который хочет добиться результата, обязательно должен заниматься научной деятельностью. В результате учебник по боксу официально одобрен и рекомендован для физкультурных вузов страны. А учебное практическое пособие используется для СДЮШОР – для школ высшего спортивного мастерства. СДЮШОР – для школ высшего спортивного мастерства.